Девчонки, я, короче, психанула. Я постриглась. Ну как вам? Я постриглась сама. Потому что то, что мне последний раз делали в парикмахерской, это какой-то отстой. Не укладывается ни феном, ни нормально, ни вот этим моим любимым гелем фаберликовским для усиления завитка. Я хожу и смотрю на себя, и мне совсем не нравится. Потому что то, что я просила у нее, и то, что она сделала, вообще ничего общего не имеет. Почему специалист с многолетним опытом не может сделать коре на удлинение, а я могу? Сама себе, в том числе и сзади. Вот почему, скажите мне. Не знаете? Вот и я не знаю. В общем, я хотела снять вам этот процесс, как я сама постригу себе коре. Во-первых, это было очень неудобно. Во-вторых, я не знала, что у меня получится. Получилось вроде нормально. Коротковато, но зато я, в принципе, почти весь сухостой состригла. Я, наверное, схожу в парикмахерскую, уже не в эту, и профилирую кончики. Потому что у меня волосы достаточно густые, и когда концы не филированы, они такие тяжелые. И, ну, лежат не так красиво, скажем так, когда они у меня пожиже. Вот. Тогда смотрится гораздо интереснее. В общем, вот так. Вот так. Вот так я постригла себе коре. Но для меня, пишите, как вам. Девчонки, покрасилась. Покрасилась краской 8.11, которую мы с вами красились в прошлый раз. Да? Лореаль. И заказала себе еще одну такую запасу. Мне нравится. Она не сжет волосы. Берликовская мне прям портит их сильно. Такой вот цвет темноватый получился. Но он сейчас, только вчера покрасилась, он завтра буду голову мыть, уже подсмоть. Будет не такой темный. По поводу стрижки. Вот длинные волосы были. Отчик рыжего. Сходила в парикмахерскую. Точнее, у меня там отчик рыжего. Почему я как бы начала стричься? Она где-то вот здесь, с боков, когда постригла, начала ножницы. Вот так проходиться, типа жженые кончики. Смотрите, в итоге получилось кулаками, местами. Но это вообще поздно. Что? Я пожалела вообще, что я пошла стричься. Вообще не надо было ходить дома. Сама все кончики подровняла, и все. В итоге волосы теперь короткие. Я от этого страдаю, потому что хочу длинные. Но буду отращивать. Зато все жженые практически состригла, и нормально. Заказала себе ножницы филировочные на зон. Нашла очень крутое видео на просторах интернета, где можно просто профилировать себя. Буду себя филировать, потому что пока смотрится такая вот шапка, особенно если фенчетком укладывается, я так не люблю. Мне нужно, чтобы у меня кончики были жиденькие. Поэтому завтра придут, наверное... Нет, сегодня вообще по идее написано, придут ножницы филировочные, и буду филироваться. А если вам интересно, я потом расскажу, как. Пишите тогда в комментариях, или вам просто скину ссылку на это видео, кому интересно, как в дом профилироваться. Ну вот именно на Бубкаре. До филировки. Пишите, как выглядят волосы. Нужно придать объему вот этим зонам с двух сторон. Мы будем филировать с этой целью. И кончики. То, что видите, как шапка вот так вот, ну так некрасиво. В общем, это до филировки. Буду делать на мокрые волосы, и сверху наносить еще много-много маски для волос. По видео делается именно так. Поехали. После. Круто. Они теперь хорошо лежат. И есть это я без фен в щетке, девчонки, укладывалась. Заметьте, до этого волос с феном щеткой. Я порвала волос как могла. Мне такое ощущение было, что я полголовы состригла. Объем есть там, где он нужен. Смотрите, вот здесь вот он приподнимается. То есть хоп. Вот так. Он приподнимается. Да? Все. Так же и с этой стороны. Сбоку вот как выглядит. Сейчас малыш тоже с этой стороны приподнимается. Как бы объем есть. Все отлично. Хочешь вот так сделал. И объем сохраняется на эту сторону. Ну, как бы, хочешь на эту, на какую хочешь, и объем на голове есть, и кончики прорежены. Поэтому вот так. Все отлично. Мне очень нравится. Единственное, я жалею свою длину. Мне бы еще, ну, хотя бы 3 сантиметрика плюсом. Господи, я все в волосах. Хотя бы. Ну, буду отращивать. Буду отращивать. Макушечка тоже приподняла, профилировала. В общем, я теперь поняла. Я сама себе парикмахер. Я больше свои волосы не доверю никому, девчонки. Вот так. Девчонки, заказала еще одну, уже третью краску. Ну, первую я магнит-косметик покупала. Эту на Азон. А к вопросу о цвете волос, да? Правда, с коробкой совпадения совсем нет никакого. Но все зависит от вашей базы. Лореаль 8.11 я крашу сейчас. Два раза уже красилась. И вот эту взяла в запас. Потому что на выберется пока хорошая цена. 283 рубля, по-моему, она стоит. Поэтому к вопросу, смотрите, полуоткрытая. Ну, это вам. На Азоне как-то все подобротно. В общем, крашу я сейчас пока ей. Менять не планирую. Мне нравится. Она волосы не жжет так, как Фаберлик мне жгла. И оттенок на выходе получается очень красивый. Сначала она, правда, очень темная. Вот на видео с заказом по второму каталогу Фаберлик это в этот день я красилась. Точнее, за день до этого. Вот. И там прям видно какой цвет. Он совсем темный. Но все зависит от того, на какой... Какая у вас база, на что вы положите. Вот сейчас я помола голову еще один раз. И он вот такой. Мне нравится. Благородный достаточно оттеночек. Все красиво и здорово. Так, что у нас сегодня с вами будет интересного, девчонки? У нас сегодня с вами будет посылка от БТ-Пил. БТ или БТ-Пил. Может быть, кто знаком. Это пилинги. Вы знаете, что я очень люблю пилинги. Очень уважаю. Пока у нас холодное время года. Хочется максимально, во-первых, почистить свою кожу. Во-вторых, ну, естественно, омолодить. Кто не знает, для чего нужны нам кислоты. Это классические кислотные пилинги. Для омоложения, для очищения, для подтяжки, для тонуса, для цвета лица. В общем, для всего. Да, поэтому зимой обязательно кислотный уход у меня в приоритете. Интересные у БТ-Пил пилинги. Сейчас будем с вами открывать коробку вместе. И там у меня еще маска, которая одновременно увлажняющая и очищающая. Тоже очень интересно попробовать. Поехали. Я уже вскрыла коробочку. Так, и мы с вами достаем все, что у нас там внутри. Так, это у нас протокол процедуры. Смотрите, как здорово. Все описано, все с вами будем читать. Для процедуры понадобится емкость с чистой холодной водой, кисть для кислоты или ватной палочки, часы или таймер, спонж для умывания, бумажные салфетки, очищающие гель с экстрактом лимона или гиалуронной кислотой. Но это у нас нет, простите. Эмульсии, эксфолианты с гликолевой кислотой, битипил, тоже нет. Не требует нейтрализации по H3, 5. Видите, это такие, я бы сказала, вот, наверное, самые профессиональные пилинги из тех, что я пробовала, и они достаточно агрессивные. Поэтому обязательно, если у вас могут быть аллергии, или вы впервые делаете пилинг, сделайте где-нибудь на руке пробу на аллергическую реакцию. Солнцезащитный крем после пилингов, если вы склонны к пигментным пятнам, обязательно. А так пилингом хорошо можно их подосветлить. Именно кислоты. Так, варианты, как нам нанести. Вариант 2 профессиональный. Слушайте, даже профессиональный я ознакомлюсь. Прямо будем делать с вами сегодня вечером. Будем все читать. Использование пилингов битипил. Так, 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 так. Противопоказания беременности, период лактации, наличие открытых ран, раздражение кожи, грибков, инфекционных заболеваний, герпес, стадия обострения, обострения, девчонки, избыточные инсоляции и прочие повреждения. Но вообще, если у вас акне, постакне и так далее, прыщи, подкожники, вот кислоты, они тоже это все дело на поверхность вытягивают. Так, противопоказания используют прямо впервые. А вот, ну, сделать кожную пробу. Берегите глаза слизистой поверхности. Рекомендации. Все пилинги наносятся на чистую, сухую кожу. Да, мы перед пилингом обязательно с вами должны кожу хорошо очистить. Ну, в общем, тут здорово все интересно. Классно, что так подробно расписали. Ой, какая поколочка миленькая. Так, достаем все. Бумажка какая красивая, да? Так, смотрите. У нас здесь с вами ламеллярное молочко-спрей с экстрактом лаванды, гиалуроновой кислотой с SPF 40. Вот просто отлично. Хоча сейчас солнышка нет, но иногда оно бывает. Выходит у нас раз в неделю где-то. Солнцезащитное молочко с SPF 40, с экстрактом лаванды, универсальное для лица и тела. Попробуем, насколько она легкая, потому что я знаю, девчонки, вы так же, как и я, всегда находитесь в поиске классного солнцезащитного средства, которое не будет жирной пленкой лежать на вашей коже или какой-то там массой, которую вы чувствуете и носить неприятно. Я до сих пор, например, так и не нашла себе хорошее солнцезащитное средство. Для лица я имею в виду, да? Гиалуроновая кислота, экстракт лаванды в составе от всех видов, да? Излучение защищает. Сейчас, кстати, это очень важно, потому что некоторые солнцезащитные средства защищают не ото всех. На предварительно очищенную кожу минимум за 10 минут до выхода на солнце. Равномерно распределяем. Здорово, что в формате спрея. Потому что это вообще очень удобно. Я люблю, когда не контактируешь со средством руками. Ну, я, конечно, не врезаю контактировать, но так гораздо удобнее. Смотрите, какой красивый. Кому интересно, девчонки, состав сейчас вам покажу поближе. Можете ознакомиться, нажать на паузу. Так, давайте попробуем пока на руке. Тестировать. Да, часы вы все время включаетесь вовремя. Так, это действительно молочко, прям молочко. Аромат такой натуральный. Я не сказала бы, что я здесь чувствую прям сильно лаванду. Еле-еле такой отголосочек прям вот. Ой, какое оно легенькое. Шиммер. Девчонки, это шиммер? Или у меня руки в чем-то блестящем? Подождите. Сейчас мы другой рукой проверим. Потому что все может быть. Да, это светоотражающие частички. Ой, как красиво. Это не шиммер, девчонки. Нет, это светоотражающие частички в составе. Очень красиво. Вообще здорово. Не знаю, видно вам, нет. Но это очень красиво. Мне кажется, на лице будет супер. Так, но пока вот эта рука впиталась уже, да, и кожа увлажненная и такая напитанная прям. Посмотрим, как будет на лице. Он чувствуется, ощущается, не ощущается. Да, так вот, пока легенькая, хорошенькая. Так, поехали дальше. Следующий продукт – это увлажняющая, очищающая гель-маска с пептидами. Очень интересный тоже продукт. Вот как называется, девчонки, Брэд Бетипил. Я вам оставлю все ссылки под видео на все продукты, которые сейчас у меня, в том числе. Назначение – деликатная эксфолиакция, увлажнение, очищение, придание мягкости, упругости, эластичности. Подготовительное вспомогательное средство для механической узи-чистки лица. Они содержат от души. То есть вот эта продукция Бетипил, она еще и… Они сотрудничают с салонами красоты. То есть это такой, я бы сказала, салонный уход. Кому интересен состав масочки, сейчас я обязательно покажу. Распакуем. И тоже очень удобный дозатор. Нравится, когда заботится о клиентах, девчонки. Вот прям нравится. Вот состав. Кому интересно, тоже можно нажать на паузу, ознакомиться, почитать. Давайте масочку попробуем. Вот сейчас, когда он впитался, но все равно светоотражающие частички есть. То есть кожа будет выглядеть красиво. Они такие золотистые. Маска прозрачная, гелевая и плотная. Ой, как я люблю такие маски. После них кожа упругая. Ну вот, по крайней мере, которую я пробовала. То есть она абсолютно прозрачная, очень плотная, очень мухстая. Запах классный косметический, а душка еле уловимая, такая дорогая. Прикольная масочка, слушайте, прям здорово. Прям на ручке разнесен, такую прелесть. Так, поехали дальше. Сегодня маску тоже сделаем. И вот, собственно говоря, сам пилинг. Его великое множество на сайте Питепил. И он разный. Там есть и красный, и синий, какой душе угодно. И состав у них у всех немножко отличается. Здесь 8 мл. И у нас тут такая, знаете, как на антибиотиках. Помпочка, что ли, заглушечка. Мы будем с вами вскрывать. Потом одевать вот эту крышечку, что очень удобно. Еще вот такая у нас крышечка, заглушечка есть в комплекте. И здесь у нас гликолевая кислота, салициловая, аскорбиновая, третью, я не знаю, тартарик, такцирик, лактик, мэлик. Я вот сейчас девчонки наговорю, вам лучше сами почитайте. И глюконик. В общем, здесь получается у нас 8 видов кислот. И еще какой-то экстракт в составе. Это белый пилинг, осветляющий с пептидами. Я специально такое выбрала, потому что вроде как пигментные пятна мои ушли. Но, тем не менее, хочется эффект закрепить. Вот кому интересен состав. Так, девчонки, фокус сейчас сделаем. Вот он. Можете почитать. И вот какие тут кислоты в составе тоже у нас с вами. Это белый пилинг. Да, они там различные. Их там на самом деле много. Но все здорово, все интересно. С работностью 24 месяца. Перед употреблением взболтать PH3,5. Здорово. Сегодня вечером нам есть с вами чем заняться. Ну что, мои хорошие, мы приступаем с вами к пилингу. Первое, что нам просто необходимо сделать, это очистить хорошо свое лицо. То есть мы мицеллярной водой смываем с вами макияж. Потом мы используем либо пенку, либо можно немножечко поскрабировать. Можно гаммажик какую-нибудь, чистку какую-нибудь использовать. В общем, нам нужно очистить с вами лицо до скрипа и как следует его просушить. Это очень важное условие, когда вы делаете кислотный пилинг. Иначе кислоты распределяется неравномерно. И тем самым действие будет не таким, как хотелось бы. Вообще, очищение лица, это очень важно. Я вам про это уже говорила. И даже ролик на эту тему есть. Итак, сейчас я смываю весь свой макияж. Высушиваю лицо, чтобы оно было полностью сухим. И приступаем. Высушиваем лицо основательно. Чтобы на нем не осталось никакой влаги. Можно даже с этой целью использовать бумажное полотенце. Чтобы оно было полностью-полностью сухим. Здесь у нас два способа применения. Вариант 1 и вариант 2 профессиональный. Давайте по-профессиональному будем. Хотя они не сильно отличаются. Не пойму даже, чем здесь маленькое расхождение. Так. Рекомендуется одеть даже шапочку на волос. Кислот на волосах ничему. Взболтать флакон. Снимите быстро съемный колпачок с флакончиком. Наберите небольшое количество средства на пальцы. Нанесите его на лицо. Нам сначала надо с вами вообще его вскрыть. И одеть вот эту крышечку, я так понимаю. А потом, если останется пилинг, мы надеваем вот эту крышечку, чтобы его хранить. Следующая процедура. Мы на работе, по крайней мере, так вскрывали эти флакончики ножницами. Очень легко. Так. На чем мы остановились? Мы с вами вскрыли флакон. Открываем его. Аккуратненько надеваем вот эту крышечку. Она, кстати, силиконовая. Она натягивается прям на флакон. Очень удобно. Так. Мы с вами все вскрыли. Ага, ага. Небольшое количество на пальцы. Нам не надо на палец. У нас с вами здесь удобный дозатор. Распределите пилинг на кожу от менее чувствительных зон к более чувствительным. Так. Первый лоб. Второй нижняя часть лица. Подбородок. Погнали. Так. Еще раз сейчас болтаем. Так. Как она у нас? Ага, вот этот колпачок снимается. Первый у нас с вами лоб. Прям на пипеточку нажимаем. И выдавливаем. Мне, кстати, на лбу, не знаю, видно, у меня нет, есть прыщики. Вот тут на носу два. И они такие, как подкожники. Сейчас посмотрим, что с ними будет. Подбородок. Распределяем. О, легкое пощипывание уже есть. Верхняя часть лица, носогубный треугольник, нос, область вокруг глаз в последнюю очередь. Так, значит, теперь у нас вот тут. Выдавливаем. Распределяем. И здесь. Так. Довольно вязкая такая жидкость. Распределили. Теперь носо-носогубный треугольник, да? И области вокруг глаз. Кислоты очень хорошо работают с порами. Они их вычищают. На область вокруг глаз я на палец лучше выдавлю. И вычищают поры. И сужают. Кислоты это вообще вещь с возрастом неизаменимая. Я бы их рекомендовала применять всем в одно время года 25+. Ну и по состоянию кожи смотреть. Потому что кожа в 20 лет может быть такая, что и просто необходим пилинг. Так. Еще носогубный треугольничек сейчас добавлю. Тут у меня были раньше пигментные пятна, но слегка потемнение еще есть. Но так в целом уже ничего не заметно. И вот тут. Тоже у меня так слегка-слегка прям видно. Так, сколько я израсходовала? Мне кажется, меньше половины. Сейчас немножко еще добавлю на лоб. Так. Он уже, кстати, высох практически. То я тут как-то пожадничала. На два раза такого флакончика точно хватит. А то и на три. Так. Все. Смотрим дальше. Следующее нанесение можно производить на всю обрабатываемую поверхность лица или шеи. Интервал между стояками примерно 20-30 секунд. То есть у нас должно быть два слоя. О, как. Пощипывание должно быть комфортным и терпимым. Терпимое. И такое уже прям по всему лицу. Рекомендуемое количество слоев от 4 до 6. Примерно после 4-5 слоя массажными движениями начать скатывать образовывающую тонкую невидимую пленочку на поверхности кожи. Скатку продолжать легкими массажными движениями до тех пор, пока она не перестанет образовываться. Втирать средство нельзя, только скатывать. Обильно смойте средство с поверхности кожи водой или смоченной в воде марлей. Просушите лицо и нанесите. В течение 70 дней использовать днем крем с СПС-фактором. Представляете, как после пилинга в течение 70 дней. Я даже не знала об этом. Так. На ночь рекомендуется увлажняющий крем. Следующую процедуру рекомендуется выполнять через 7-10 дней. То есть в принципе мы, если пилинг делаем регулярно, мы постоянно пользуемся средством с СПС. Шелушение и дискомфорт после процедуры отсутствуют, но кожа находится в процессе реабилитации. Полный курс составляет 5-10 процедур. А я тут так и обрадовалась, что мне на несколько раз нет. Мы сейчас будем делать с вами слои. Я теперь из пипеточки буду на пальчик выдавливать. На лоб уже два слоя мы с вами нанесли. Да? А вот я с обычными пилингами так не делаю, но там и в рекомендациях нет. А здесь видите, как слоями надо наносить. Так. Наносим. И он подсыхает как-то вот. Подсыхает. И через 15-20 секунд мы опять с вами можем наносить следующий слой. То есть пока я наношу в одном месте, пока я наносила точнее везде, уже 20 секунд для лба прошло, уже наносим опять на лоб. Да, вот кое-где прям сухо. Так. Но здесь пока еще не прошло. Пощипывает. Вы знаете, так пощипывает прям неплохо. Так. Погнали дальше. Потом будем с вами скатывать. Одновеки я второй слой не нанесла. Так. Но комфортно, терпимо. Ну вот, допустим, если сравнивать, да, с фаберликовским, вы же у меня все почти фаберлик, он слабее гораздо. Он совсем деликатный. Так, везде наносим. Носогубный тореугольник. Снова лоб. Мне кажется, хватит слоев. Уже практически 4. Рекомендуемое количество. И, ну слушайте, одна треть, почти половина осталась, поэтому я думаю, я оставлю себе еще на одну процедуру. Пусть будет. Так, 15-20 секунд ждем, да, и начинаем с вами скатывать, но не тереть. Это важно, да? Давайте пробовать. Как легкий такой массажик будем делать. По массажным линиям. Вверх. Вот тут у меня прям прыщиками, я их пальцами чувствую. Оно их не видно, подкорники. Пятачок. Мы про него всегда забываем. Я имею в виду прям кончик носа, потому что я поймала себя на мысли, даже когда лицо очищаю, умываю, я вот как-то умываюсь, а пятачок забываю. Лоб. Все у нас с вами по восходящей линии. Легкими такими движениями будем следовать инструкции. Так. У меня кожа, ну как сказать, не очень чувствительная. То есть она не чувствительная. Но от многих пилингов краснеет. Сейчас она уже покраснела, но равномерно. И не сильно. Морщинки. Наши с вами. В общем, мы заодно еще делаем такой легкий массаж. Сейчас я еще секунд 30 помассажирую тогда. И к вам вернусь. Все помассажирую, уже такая розовенькая. Буду смывать вот такой перчаточкой фаберликовской. Удобно ей, кстати, смывать какие-то косметические средства. Сейчас намочу и начинаем смывать. Удобная штука. Пощипывание такое прям уже хорошенькое. Но не сказать, что прям сильный дискомфорт. Но хорошо пощипывает. Прям очень хорошо. Особенно, когда сейчас смываешь почему-то. Так. Еще прополоскаем. Блин, как круто. Красноту вам видно только в некоторых местах. Кстати, да, вот тут вот прыщик. Наверное, вылезает. Вот тут. Но я розовая. Не знаю, почему камеру не передает. Сейчас попробуем. С освещением поиграл. Все равно не передает. В общем, я такая розовенькая. Особенно Т-зона. И вот тут, где были прыщики, они... А я их теперь вижу. И мешок. Идеально чистые поры. И на носу они просто сужены, девчонки. Это не передать словами. Ни от одного пилинга, который я в своей жизни пробовала, у меня такого эффекта не было, честно. Они прям идеально чистые. И они узкие. Их практически не видно. Слушайте, как круто. Вот это я понимаю чистка. Вот это пилинг. Мне очень понравилось. Прям от души рекомендую. Кожа какая-то... Не знаю, она до скрипа чистая. Она гладкая, она лоснится. Потому что мы с вами отшелушили то, что не нужно. Оргаревшие частички, да? И на носу вообще просто красота. Просто поры чистые и узкие. Узкие. Светятся практически. Так, дальше, девчонки, у нас с вами увлажняющая, очищающая гельмаска с пептидами. У нас с вами наносим толстым слоем на 10-20 минут. Для последующих процедур чистки лица для усиления эффекта рекомендуется накрыть нанесенную маску пленкой. Прикольно. Но сейчас мне, конечно, не очень удобно это делать. Беречь от попадания на глаза и губы. После использования смыть водой. Погнали. Толстым слоем, да, у нас с вами. Так. Ух-ух-ух, не падай никуда. Видите, какой плотный гель, аж кусочками. Прям плотный-плотный. Разносим, пока он не убежал. Красота сейчас. Кожа будет вообще довольна, как никогда. Вот прям толстым, хорошим слоем. Видите, это такой прям прозрачный, плотный гель. Ничего не пропускаем. Нам почистить надо всё. Почистить и увлажнить. Очень круто. Всё, уходим 20 минут, потом к вам возвращаюсь. Прошло 15 минут, а, кстати, у меня пощипывание ещё на коже есть. И причём в основном там, где проблемы есть. Вот где эти прыщики у меня, да. Слушайте, классно, значит, или эта маска ещё прощипывает, прощипывает, или от пилинга эффект. Она такой густой массой на коже ещё пока так и есть. Мы с вами её сейчас будем снимать. Причём лучше, конечно, это всё дело смыть водой. Я сейчас основную часть. Потому что гелевые маски не все очень хорошо смываются. Она такая ещё тягучая. Я пошла под кран. Нет, слушайте, хорошо смылась, но лицо ещё пощипывает. Особенно вот в тазоне прям. Вытираемся насухо. Будем смотреть результат. Ой, ну что, ну классно. Немножко она подуспокоилась, несмотря на то, что у меня до сих пор пощипывало. Она как-то выровнялся тон. Осветлилась кожа однозначно. Это прям видно вот даже по сравнению с шеей. Волосы какие-то, господи, от полотенца. Не знаю, видно вам или нет, по сравнению с вот этой кожей лицо стало гораздо светлее. Да, да, однозначно. Поры всё так же чистые. Лицо чистое. Потрясающе. Мне очень понравилось. Пилинг вообще крутой. Самый мощный из тех, которые я пробовала. Девчонки когда-либо в жизни. Могу смело рекомендовать. Ой, как классно. Она прям гладкая, отшелушилась всё, что только можно. Она идеально гладкая, как каток, девчонки, по ней на коньках можно рассекать. Вообще супер. Так, теперь мы с вами пробуем с СПФ-средством. Это ламелиарное молочко-спресс, экстракт лаванды, гиалуроновой кислоты. У нас с вами мы уже всё про него прочитали. И будем наносить. Я просто хочу посмотреть, ощущается он на коже или нет. Мне вот этот момент интересен. Очень. Так, распределяем молочко. Лёгенькое, лёгенькое. Пока я его на коже вообще не чувствовала. Кожу свою будем беречь, да? Мне после того, как пигментные пятна во время беременности вылезли, да такие яркие, что ничем не замажешь, я уже начала как-то побаиваться, если честно. Так. Всё. Кожа блестит, как в принципе после любого средства ССПФ. Мне ещё не попадалось такой, который бы мотировала. Всё-таки вот этот компонент, который защищает нас от УФ лучей, он всё равно вот такой. Так, и сейчас давайте дадим ему минут пять питаться и посмотрим, будет ли такой блеск через пять минут или нет. Ну что, прошло пять минут, и блеск потихоньку, он пропадает. У меня вот тут такая краснота, у меня вылезли все подкожники, девчонки. Вот этого эффекта я, кстати, ждала. Вот это как раз эффект от хорошего пилинга. Когда происходит вот такая глубокая чистка, и они вылезают. Классно, вообще супер. В общем, потихонечку блеск пропадает, кожа безумно гладкая, мне очень понравился этот уход. Я прям в восторге. Пилинг великолепный. Просто. Сладкий тут со мной в ванной сидит. Ну и на этом всё. Мой хороший влог буду заканчивать. Ссылки на все продукты обязательно оставлю вам под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Я могу смело рекомендовать этот пилинг. Аккуратненько, только, конечно, делайте тест. И у кого чистить на коже, тоже аккуратнее. Пилингов там великое множество. Можно себе подобрать прям тот, который нужно, тот, который хочется. А я прям... Я красотка. Подкожники все выглядят, я красотка. Да, всех любить, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok